Сейчас вспоминает наше обучение на кафедре судебно-медицинской экспертизы. Там нам преподавал профессор, сейчас я к стыду своему уже не вспомню, как его премиотчество, но такой очень угрюмый, крупный, с потрясающим чувством юмора, а человек, который всю жизнь занимался тем, что реконструировал, как люди умерли. Что такое судебно-медицинская экспертиза? Это вы имеете тело, и вы должны по этому телу определить, что с ним случилось, если это травма, самострел, ранение и прочее, как что происходило, откуда стреляли, как машина переворачивалась и так далее. Это такие люди, вызывающие меня. У меня сама тетя моя, мамина сестра, патолгонатом, так что я с детства относился к этим людям очень с пиететом. И вот он такой сидел за партой, мы сидели на партах, и он вбивал нам в голову разные синтенции. Одна из синтенций была, значит, «Все гении тугодумы». Вот, он так говорил. Значит, и у нас был такой Игорь Негодуйко, однокурсник. И он, значит, задаст какой-то вопрос, и Игорь тут же вскакивал, значит, «Я, сейчас вот я». И он говорит, «Негодуй-ка, все гении тугодумы». Вот, значит, я просто с детства был вынужден какую-то избыточную усидчивость в себе воспитывать, потому что из-за дислексии и неспособности как-то собирать сначала буквы в слова, потом слова в предложения, у меня было несколько фаз освоения языка, вот, ну, читаемые слова в предложении. У меня была, конечно, то есть я не мог, например, в учебнике по математике понять смысл задачи. То есть незнание, неспособность вот этого воспроизводства, так сказать, смысла текста, вот, она была очень... И в результате я просто домашние задания делал, вот, я приходил, садился, и вот потом я ложился. То есть вот, как бы, сколько я находился дома, я делал домашнюю работу. Для меня домашняя работа была от, и, значит, и когда уж было что-то очень, я совсем, вот, я помню, мама садилась и, значит, со мной там под диктовку, там мы как-то доделывали какое-то домашнее задание. Вот, и вот эта усидчивость, она во мне была в значительной степени продиктована просто необходимостью постоянно учиться. Вот, хотя это было, конечно, не столько учения, сколько просто попытки как-то совладать языком. И потом, когда я поступил уже в Нахимовское училище, и, ну, и, надо сказать, что у нас, в принципе, дисциплина была поставлена на дома, то есть семья военная, бабушки, дедушки все, как бы сказать, военные, все военное, все, вот, как бы строго, жестко, четко, ясно, понятно, так точно никак нет. Вот, разрешите идти. Виноват. Да, и, да, и на Химовском училище, я помню, что эта самодисциплина, она, конечно, очень существенное влияние оказала, потому что мне с трудом давалась математика, потому что, видимо, начало я как-то сильно ее запустил, когда уже смог читать, уже я был в каких-то областях, ну, и вообще со знаковой конструкцией, поскольку мне сложно было всегда. Математика давалась крайне сложно, я вообще не понимал, то есть вот я не мог понять, как вот эти формулы имеют отношение вот к этим примерам. Ну, то есть там, вы когда берете, тригонометрика, там какой-то, там куда-то здесь, и я четко помню вот это, я занимался точно так же, как бы сказать, все свободное время, но у нас там были стремные занятия, еще все на свете, и я просил у Дневального, чтобы он не обудил в ночи, там, в зависимости от того, кто дежурил, там, с четырех, например, там, до шести, еще что, чтобы я ночью успел доделать какое-то домашнее задание, и в основном математическое, потому что у нас был, мы проходили первый курс сразу высшего учебного заведения по математике, да, и меня все время будили, ну, не будили, а как бы я договаривался, я вот сидел там, вот стоял, там, на входе в роту, тумбочка дневальный, значит, вот так шинели висят, и такая там была прибита такая штука, на которой журнал какой-то записи лежал, и я, значит, у этого журнала стоял, значит, пытался математику доделать, а если просто ты делал, у тебя было, если была двойка, тебя точно не пускали в увольнение, если у тебя было две тройки, тебя тоже не пускали в увольнение, а, значит, сдавали мы за неделю три раза контрольной работы по математике, поэтому вероятность того, что вылетишь в трубу и останешься в роте, было очень высоко, вот, и я вот помню, в какой-то момент я вдруг увидел, это, наверное, уже было в состоянии какого-то паранормального, то есть вот из-за вот этого недосыпа, из-за этого вот этого всего, я вдруг физически увидел, как формулы начинают сходиться, вот которые мы там, эти все там, А, Б, квадраты, там все корни из чего-то там, как они вдруг физически, я сам не понял, как это произошло, то есть, но я просто вот из-за огромного количества этих решаемых как-то вещей, я вдруг увидел, как они физически совпали, значит, с уравнениями, которые я пытаюсь решить, и это было сделано просто, ну вот, невероятной усидчивостью, ну, то есть, я закончил на Химовское училище, значит, в моем классе был, был Максим Жилинский, медалист золотой, единственный на весь наш выпуск, на 300, на 450 человек, второй был Денис Малков, у него была серебряная медаль, еще одна была серебряная медаль в какой-то другой роте, то есть, у меня были как бы сильнейшие математики, и я был третий по как бы рейтингу, значит, вот я увидел абстрактные как бы какие-то закономерности, вот именно просто бесконечным разглядыванием, ну, то есть, ну, я не то, что сидел и любовался на них, я просто это решал, 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 и в какой-то момент я вдруг увидел закономерности, которые мне, собственно говоря, до той поры вообще не давались никаким образом, я такого гуманитарного склада, я большой любитель всякой истории, литературы, там, и так далее, был когда-то, а потом вдруг бац, и, значит, вот эта математика, она именно усилием, и я сейчас вот как бы вот эта практика озадаченности, про которую я все время говорю, и Семен Семенович, который, собственно говоря, является такой квинтисценцией озадаченности, вот мой самоучитель по философии и психологии, я же его написал, это, по сути дела, моя вторая книга, потому что первая вот, да, я закончил в 95-м году монографию философии и психологии, «Начало психософии» она там называлась, а в 95-м я закончил, и в 96-м вот я написал всего Семена Семеновича, и это весь вот вопрос таких озадаченностей, вы читаете текст, значит, Семен Семенович очень любил мандарины, воображал себе мандариновое дерево, потом однажды увидел мандариновое дерево, и оно абсолютно не соответствовало его представлениям о мандариновом дереве. Семен Семенович очень расстроился и застрелился. Ну, как бы, понятно. Вопрос, виноваты ли в этом мандарины? Вот, это конструкция, которая вводит вас в состояние задачности, потому что все, что перед этим было складным рассказом, ну, слегка странным, у меня Семен Семенович не отличается никакой странностью, так сказать, рассуждения. Вот, он, в принципе, такой слегонца безумный. Вот, но есть рассказ, в котором, как бы, все, ну, понятно, как-то можно принять, но вопрос, который позволяет не понять, ну, как бы, вот как ответить на этот вопрос? Вот, виноваты ли в этом мандарины? Вот, действительно, он смотрел на мандарины, воображал себе мандариновое дерево, да, значит, после этого увидел реальное мандарины, оно не совпало с его воображением. Ну, все же понятно, да, он расстроился, да, расстроился, застрелился, все логично. Но получается, что виноваты мандарины, но виноваты ли мандарины, что он так сделал? И вот этот, это вопрос, который позволяет увидеть, ну, на самом деле, понятно, что в этом Каане скрыт, ну, значительно более, мы все время так живем, да, мы живем в конструкции, при которой мы по каким-то следам реконструируем реальность, представляем себе эту реальность, дальше мы входим в эту реальность, и она полностью не соответствует, и полный трэш. Ну, ситуация про мандарины, это ситуация про любой брак, потому что у человека есть некое представление о том, что такое брак-семья, он входит туда, в это дело, мандарины, это, значит, собственно говоря, кольца, надетые на пальцы, после этого он вдруг узнает, что это вовсе не то, что ему раньше казалось, потому что глядеть на отношения родителей и самому оказаться в браке, это разные вещи, и ты в этом деле как бы оказываешься, у тебя все идет, значит, в драбадан, ты говоришь, черт, вот это, это, и выпиливаетесь из, значит, брака. Виноват ли в этом брак? Слышите, смысл вдруг появляется? Виноваты ли в этом мандарины? И вот дальше есть вопросы, ответы, можно подумать, если брак, то, значит, соответственно, брак это некий набор каких-то установок, которые, собственно говоря, человеку были внесены и были определены его значением под этим словом брак. С другой стороны, у него появились, в связи с этим, у него лично какие-то ожидания, что он, оказавшись в браке, будет испытывать то, будет испытывать это, значит, партнер, жена или муж будут вести себя так-то, вести себя так-то. И потом оказывается, что когда этот человек, это человек, который имеет на тебя право, чего ты не предполагаешь, потому что ты считаешь, что это право на тебя имеют только родители и то до определенного предела. А тут оказывается, что раз, и этот человек начинает определять твою сексуальность, твое времяпрепровождение, твое, там, как бы, задачи, которые перед тобой ставят. Ну, то есть, родители никогда не заставили тебя зарабатывать, правильно? На семью, да? А тут раз, и как бы, получается, ты уже должен. И это то, что вы не могли понять из брака, потому что вы еще не были участником этого брака. Ну, так вопрос, виноваты ли мандарины, виноват ли брак, или, может быть, мы просто вообще что-то не так делаем с точки зрения, как бы сказать, позиционирования вот этих отношений. Может быть, проблема здесь, и воображение, которое нарисовало такое дерево, это было потом сикое дерево, это другое. И вот эта способность к задачности, она на самом деле формируется вот этим вот тугодумством. Настоящие гении тугодумы. Это не когда вы что-то увидели, и увидели мандарину, у вас нарисовалось это, и вы сказали, а, ну, значит, вот такое дерево. Это когда вы как бы подождите, вы говорите, так, я увидел мандарины, у меня нарисовалось это, я подумал про брак, у меня нарисовалось это, секундочку, вот то, что мне нарисовалось, не имеет никакого отношения к этому. Здесь я, который нарисовал это, посмотрев на это. И вот это запускает вопрос о задачности. Это, на самом деле, о задачность как ключевой такой фактор, определяющий вес, ценность, значение мышления. Это, как бы сказать, когда вы снимаете с себя кужуру представлений, которые у вас автоматически возникают, когда вы сталкиваетесь с объектом, с объектом своего исследования. Неважно, это человек, которого пошинковало в какой-нибудь сеноуборочной машине, вот, или это ваши отношения с другим человеком в рамках брака или каких-либо других отношений, партнерских, в бизнесе или еще каких-то. Иногда вы понимаете, что это кужура, это не значит, что вот вы в курсе. Вот надо весь этот, как бы, э, достать. Зернышко. из мандаринов, посадить его, проверить, как оно вырастет, а после этого сделать заключение о мандариновом дереве. Субтитры создавал DimaTorzok,